Редантность институтов Устойчивая социальная система характеризуется некоторой избыточностью ресурсов по отношению к условным оптимальным уровням, которые, однако, сложно точно установить. Редантность не только способствует более высокому качеству социальных действий, но и формирует специализацию социальных агентов. По мнению автора теории редантности Бендера, избыточность используется для разных целей, например, в предоставлении общественных услуг. Неоинституционалисты полагают, редантность возникает как результат индивидуального эгоизма социальных агентов. Обычно крупные организационные структуры стремятся к максимальной автономии. Например, агентства, предоставляющие некоторые виды социальных услуг, стремятся расширить ассортимент, даже если это означает пересечение с другими организациями. Однако такая ситуация может быть полезной, если информация об услугах распространяется быстрее. Если социальные агентства используют разные технологии, возникает функциональная специализация. Между социальными агентствами возрастает конкуренция, что способствует более высокому качеству предоставления социальных услуг. По схожей логике конкурируют между собой даже те институты, которые направлены на внешние вызовы. Неопределенность будущего и относительно небольшое количество паттернов трансформации ресурсов приводят к тому, что обычно к достижению некоторой институционально одобряемой цели стремятся сразу множество социальных агентов. Такая ситуация субоптимальна в том отношении, что значительная часть участвующих в конкурентном соревновании оказывается лишними. Вне зависимости от качества продукции или выбранной маркетинговой стратегии, большая часть фирм разоряется. В соревновании практически все спортсмены, за исключением тех, кто оказывается на пьедестале почета, проигрывают. На полке супермаркета больше товаров, чем любой конкретный покупатель может приобрести. Для успешного развития экономики необходима некоторая избыточность денежной массы по отношению к товарным, иначе производитель просто не сможет создавать дополнительные единицы продукции. Тех, кто желает приступить к трудовой деятельности, должно быть больше, чем рабочих местных, иначе не получится отобрать качественных кандидатов, и поэтому можно ожидать некоторый естественный уровень безработицы. Однако редактность ресурсов, а значит низкая стоимость, должна сочетаться с их редкостью, поскольку в ситуации неограниченных и дешевых ресурсов не возникают экономические стимулы рационального поведения. Качественное жилье не может быть одновременно дешевым и доступным. Сочетание прямо противоположных стимулов в одно и то же время создаёт необходимость дисконтирования, как перенесения сдержек на будущее. Ресурсы по-прежнему остаются дорогими, но часть стоимости дедискретизируется на некотором временном интервале. Жильё в целом остаётся дорогим, однако за счёт ипотечного и потребительского кредитования удаётся снизить его относительную стоимость в текущий момент. Для проведения подобных операций требуются институты. Однако их нестабильность и нечёткость поведенческих предписаний, например, которые позволяют социально неблагополучным слоям получать дешёвые кредиты, приводят к периодическому кризису. Практическая реализация проекта предполагает необходимость резервирования большого объёма ресурсов, чем это предполагалось первоначально в соответствии с планом. Это похоже на резервные сервера или промышленные мощности, которые обеспечивают отказоустойчивость. Обычно дублируются наиболее важные технологические элементы. Если двигатель или другой технический агрегат испытывает критические перегрузки или не справляется с возросшим давлением, резервные механизмы включаются в систему и помогают избежать лавинообразного обвала. Отрицательным результатом будет высокая стоимость поддержания такой системы.